30 апреля день пожарной охраны. К поздравлениям с профессиональным праздником присоединились и Александровские пожарные. Истории развития пожарной охраны почти четыре столетия. За это время множество раз менялись задачи, совершенствовались оборудование и амуниция пожарных. Одно осталось неизменным. Они первыми приходят на помощь. Даже сейчас в столь трудное время пожарная охрана не перестаёт нести службу ни днём, ни ночью. Проводятся все необходимые профилактические мероприятия. Жители Мурманской области могут быть спокойны. Пожарная охрана всегда готова, всегда придёт на помощь. В 2015-м к имеющемуся пожарному транспорту Александровская добавили три новые машины, оборудованные по последнему слову. С ручными гидравлическими, аварийно-спасательными инструментами и другим техническим оборудованием. Но не только спасательный транспорт Большого ЗАТО всегда в боевой готовности. Те люди, которые планируются на должность пожарной охраны, изначально к ним предъявляются высокие требования. Они должны быть физически развиты, они должны быть здоровы. В период несения боевого дежурства у каждого сотрудника подразделения имеется возможность заниматься спортом, повышать свою физическую силу, выносливость. Для этого в частях созданы все условия. Имеются тренажёры и снаряды, да и регулярные упражнения, отработка навыков, тушение пожаров и эвакуации пострадавших дают свой результат. Нормы ГТО пожарные сдают на отлично. Многие спасатели и во внерабочее время предпочитают активные виды спорта – лыжи, плавание, футбол. Свой профессиональный праздник – День пожарной охраны – они встретят в буднично. В преддверии нашего профессионального праздника хотелось бы от лица личного состава пожарного специального гарнизона «Зато Александровск» поздравить работников и сотрудников пожарной охраны с праздником. Пожелать им счастья, здоровья, успехов и, как говорится, сухих рукавов. Работниками охраны проводятся до 50 противопожарных мероприятий в год, за счёт чего удается предотвратить десятки чрезвычайных происшествий. Например, даже в период самоизоляции специалисты пожарной части Снежногорска придумали и провели для дошкольников дистанционный конкурс рисунков. Субтитры создавал DimaTorzok